YouTube в России замедляет уже третий месяц. За это время дневная аудитория видеохостинга сократилась на 3,5 миллиона человек. Тем временем Роскомнадзор пригрозил интернет-провайдерам, которые ускоряют YouTube для своих клиентов, отобрать лицензию. В этой теме сегодня разбиралась Алена Кузнецова. Она сейчас в студии. Алена, а как россияне справляются с проблемами в работе самого популярного сервиса? Оля, привет. Но судя по статистике, россияне, несмотря на сложности, продолжают пытаться смотреть YouTube. Получается это с переменным успехом. Участие аудитории ролики хорошо воспроизводятся только со смартфонов. У других видео не включаются ни с телефонов, ни с компьютеров, ни со смарт-ТВ. Обойти сбои в работе этим пользователям помогают специальные сервисы. И таким образом отказалась от YouTube в России лишь небольшая часть аудитории. Если до начала замедления ежедневно на сайт заходили 55,5 миллионов человек, это, к слову, 38% от всего населения страны, то в августе число зрителей сократилось на 3,5 миллиона и составило 52 миллиона человек. Но вместе с тем в показатели ежедневной аудитории YouTube догоняют российские аналоги. Это значит, что люди понемногу их осваивают. В лидерах ВК-видео туда заходят почти 37 миллионов пользователей. У Рутуба сильно меньше, 5,5 миллионов, но YouTube пока никто не обогнал. Судя по отзывам, российские аналоги сильно уступают западной платформе. Ограничили скорость YouTube, молодцы. А что дали взамен-то? Рутуб, в котором одно дерьмо и поиск там корявый. ВК-видео, где заходишь посмотреть 50-секундный ролик, 30 секунд рекламы. Чё дали-то взамен? Включите YouTube, нормальная платформа. Единственный удобный ресурс был, где можно было смотреть мультики. А наш Рутуб такая муть, неудобный интерфейс нисколько. Аналогов нету, лучше YouTube ничто не придумали. Рутуб или Яндекс.Видео – это ни о чём. ВК-видео ни о чём. Я там только фильмы смотрю. И спасибо, что без рекламы. А YouTube незаменим. Он идеален, особенно для России без рекламы. Ну и отвечая на запросы клиентов, интернет-провайдеры начали ускорять YouTube. Компании даже жаловались, что многие пользователи из-за проблем с видеохостингом стали отказываться от их услуг. Люди думали, что дело в качестве соединения, а не в замедлении со стороны. Какое-то время провайдеры делали всё, чтобы клиенты были довольны. Продолжалось это до тех пор, пока Роскомнадзор не пригрозил за подобные действия аннулировать лицензию. Вместе с тем вопросы возникли и к Роскомнадзору, причём из Госдумы. Депутат Ярослав Нилов попросил регулятор разъяснить ситуацию с замедлением, мотивируя это тем, что проблемы в работе YouTube повышают социальное напряжение. Сегодня же идут письма. Вопросов много, но официальных ответов пока никто не даёт. От этого появляются разного рода слухи и прогнозы. Так, на днях пользователей встревожил комментарий председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он заявил, что заблокировать YouTube полностью могут уже через несколько месяцев. Они говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы. Если оценка последствий будет «мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по нынешней реакции, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев и потом будет заблокирован. Ждёт ли любимый многими YouTube судьба запрещенных в России соцсетей – вопрос открытый. Ясно одно – замедление, а тем более блокировка сервиса, лишает многих россиян возможности смотреть видео об их увлечениях и работе. Ведь доля интереса к социально-политической теме, собственно, из-за которой затевалось всё замедление YouTube, составляет всего 4%. Об этом говорят аналитики. Оля, у меня всё.